В 2000-й год Господь сойдет с облаками и возьмет нас в Царство Небесное! Аминь! Наши дух, душа и тело будут спасены! Мы восхитимся при жизни! Аминь! Господь так и не явился в 2000-м году. Пустеет наша Церковь, как и в других динаминациях. Как вы думаете, что хочет Бог нам показать? Если брат Линь шел верным путем, почему не был восхищен при жизни? Мы столько лет верили в Господа, мечтали, что однажды будем восхищены для встречи с Господом, но я осознала, это плод наших фантазий. Если это не Господь Иисус, сошедший с облаками, чтобы забрать нас в Царство Небесное, мы его не примем! Эй! Надо же! Заговорил прямо как фарисей! Брат Линь, глава нашей поместной церкви, рассказал нам все о совершенствовании и победителях. Мы станем победителями, если будем следовать за братом Линьем. Брат Линь долго трудился в церкви, но хоть кто-то засвидетельствовал, что он стал победителем. Стать победителем можно лишь, приняв Божью работу суда в последние дни. Брат Линь не испытал Божьего суда в последние дни. Даже сам брат Линь не стал победителем. Как же он мог другим показывать верный путь? В чем разница между Божьей работой и трудами человека? Когда Бог использует людей, ими руководит Святой Дух. То, что они делают, это Божья работа. Аминь! Он прав. Какие тут различия? Если не было различий, почему Бог для искупительного труда в период благодати не использовал людей, чтобы лично не воплощаться в Иисуса? Воплощенный Бог по своей сущности отличается от людей, которых использует Бог. Работа самого Бога включает в себя работу всего человечества, а также олицетворяет работу всего периода. Работа человека – это лишь долг людей, используемых Богом. Она не имеет отношения к работе управления. Люди, которых Бог использует, – это не Бог воплоти. В них нет божественной сущности. Они лишены истины и жизни и не способны совершать Божью спасительную работу. Брат Иллиня использовал Бог. В Его словах, как и в словах апостолов, озарение Святого Духа, слова брата Иллиня – истина! И что же тогда истина? Истина – это жизнь самого Бога, представляющая Его характер, представляющая Его сущность. Только Христос есть истина, путь и жизнь. Мы должны следовать за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Даже самый великий человек, если не способен привести нас к Богу, а лишь ждет, что мы будем поклоняться Ему и идти за Ним, то Он – слуга сатаны, и мы Его отвергнем. Аминь! Бог совершает настоящую, практическую, спасительную работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова